Представленный на автосалоне в Шанхае концепт-кар нового компактного кроссовера превратился в серийный Mercedes GLB. В иерархии марки новинка встанет между GLA и GLC, уступая последнему по длине всего лишь 35 мм, а по высоте даже превосходя. Серийный GLB сохранил основную черту шоу-кара – опциональный семиместный салон. По выкладкам производителя на третьем ряду способны комфортно разместиться взрослые пассажиры ростом до 1 метра 68 см. Комфорт им обеспечивают в том числе и подстаканники с USB-портами. Объем багажника в семиместной версии не приводит, а в базовой пятиместной компоновке под полкой умещается 560 литров. Тем временем базовая версия GLB пятиместная. Удлиненная на 100 мм по сравнению с родственными Mercedes A и B классов колесная база обещает приличный запас пространства на втором ряду, который за доплату оснащается продольной регулировкой в диапазоне 140 мм. Моторная гамма для Европы состоит из пяти модификаций – две с передним и три с полным приводом. Все двигатели четырехцилиндровые. Начальный бензиновый агрегат комплектуют старым семиступенчатым роботом, остальным версиям положен новый восьмиступенчатый. Самая динамичная бензиновая версия GLB 250 набирает первую сотню без малого за 7 секунд, а самым медленным оказался младший дизель с полным приводом. В отличие от А-класса, где начальные версии оснащаются полузависимой балкой, у всех GLB задняя подвеска многорычажная. Спереди, конечно же, стойки Макферсона, а за доплату доступны адаптивные амортизаторы. Выпускать кроссоверы для Китая будут в Пекине, а потребности остальных рынков закроют завод в Мексике, где уже делают седаны А-класса. Продажи в Германии начнутся в конце года, а в Россию GLB приедет уже в 2020 году. Продолжение следует...